Окей, хорошо, спасибо. Еще всех рад приветствовать комьюнити. Как ни странно, я заметил, это уже стала традицией встречаться под Новый год. В прошлом году так же сама была презентация. Сегодня мы поговорим про, прошу прощения, я хотел представиться, меня зовут Алексей Вороденко. И я хотел бы поделиться своим опытом работы с конфигурационной системой .NET Core. Сразу оговорюсь, данный доклад, небольшой спойлер, данный доклад уже был представлен на .NET Fest. Поэтому, например, если я там вдруг упущу какие-то моменты, то можно еще будет потом посмотреть и там видео. Ссылки пока недоступны, это будет выложено после 29 января. Но и здесь тоже есть свои плюшечки, я постарался добавить некоторые моменты в данную презентацию. И те вопросы, обсуждения, которые уже были после. Так что, надеюсь, вам будет интересно. По поводу .NET Fest я хотел в брифхе сказать и, так сказать, рекомендовать посмотреть эти видео, которые выйдут. Первое, это очень было много по ML.NET докладов и очень активно разбивает Microsoft данное направление. Конечно же, не обошлось без F-Sharp, кто любитель или следит за этим направлением. Тоже были доклады по F-Sharp. И последний момент – это .NET Core 3.0. Я надеюсь, вы уже знаете, что скоро грядет его выход. И что меня удивило и, так сказать, заставило добавить вот эту ссылку, .NET Core Whole Conversations. Это мой доклад с 2006 года, когда вышел самый первый ISP .NET Core 1.0. И удивительно, но, как ни странно, вся информация, которую я делал в докладе в 2006 году, актуальна и для версии .NET Core 3.0. Вкратце могу сказать, что в нее добавляется это IoT, AI и Windows формы. То есть, доклад там будет связан с портированием уже Windows приложений на .NET Core и какие особенности мы. Все, что там рассказывала, о моей презентации плюс еще больше, связанные с нюансами портирования .NET фрейморка на .NET Core. Также, например, что делать, если еще не пакет, например, не вышел, как можно поднять локально. Каким образом посмотреть, какие фрейморки используются. В общем, очень много информации. Так что, если вам будет интересно, или вы просто хотите освежить свои знания, переходите по ссылке, не забывайте ставить лайки. Итак, какая сегодня агенда, о чем мы будем говорить. Сделаем небольшую ретроспективу в конфигурационный менеджмент, который нам уже доступен в .NET фреймворке. И остановимся на основных моментах, для чего вообще, так сказать, делали ренбенд новой конфигурационной системы для .NET Core. Остановимся на основных абстракциях. Это optional configuration provider. Ну, вот как бы все мы будем рассматривать поверхностно, да, именно только в разрезе, именно придание некоторой динамики конфигурационных параметров нашего приложения. Потом мы будем двигаться в сторону таких двух специфических, как бы, опшенов, это Singleton и Scope. Там просто появились некоторые кейсы в .NET Core. И завершим очень классным примером, связанным с микросервисной архитектурой и также самое, ну, как бы, придание динамики, да, конфигурации вашего приложения. Итак, что же нам доступно в нашем .NET фреймворке? Как видите, ну, как бы, немного, да, то есть это три конфигурационных файла, app.config, web.config, machine.config. Это XML файлы, и для работы с ними предоставляется статический класс configuration manager, для работы с которым используются магические строки. То есть, как бы, статика, отсутствует какой-то там SRP, тем более, если там вы используете configuration manager или в сервисе, или в контроллере. И, то есть, если вы хотите это как-то написать в .NET test, то же предприятие выглядит, ну, сомнительно. Но, тем не менее, да, мы как-то с этим все немного по-своему боролись или боремся. Мы или просто добавляем новые .config файлы, да, где какие-то фейковые значения. Или пишем свой конфигурационный менеджер, да, и оборачиваем, ну, некоторым интерфейсом, чтобы можно было, как бы, забывать. Но все равно это похоже, как больше, как на Leaky Abstraction, да, то есть мы хотим его спрятать как можно дальше и работать, как бы, стипизированным образом, и чтобы можно было возможность, ну, подменять какие-то сайты. Тех, кто, как бы, не устраивало или видел, что с ростом приложения ваши конфигурационные файлы, да, наполняются все больше. Там, какие-то настройки очередей, connection-стринги к SQL добавилось в Mongo, настройки логирования. Может быть, у вас там появился какой-то SMTP server и так далее, и так далее. То есть вы там или там комментарии, мы, да, там, как бы, разграничивали это, или там выносили файлы, подключали. Те, кто, вот, искал более типизированную работу, да, с ними, вам следовало, вот, работать с такими классами, как configuration, section, element, property, collection и так далее. Для того, чтобы, как бы, в разметке XML, да, вы могли использовать ваши какие-то, ну, как бы, кастомные атрибуты. Если вдруг вы захотите сделать какую-то иерархию, там тоже непросто было это реализовать. Так же самое IntelliSense. Вы, например, ожидаете в классе int, а передается стринга. Поэтому вам нужно было дополнительно делать, ну, накидывать какие-то валютационные атрибуты, ну, по типу fluid-миграторов, чтобы еще валидировать. В общем, это, как бы, каждый следующий шаг и каждое, как будто, улучшение, которое вы хотите здесь сделать, как бы, ну, с каждым шагом сопротивление увеличилось и увеличилось и увеличилось. Поэтому, как бы, когда мне попалась первый раз статья по configuration builder, это .NET framework классический, в 4.7.1 появился данный класс. Я подумал, что, вот, как бы, все те моменты, да, которые мы только что до этого проговорили, были решены. И поэтому мы как-то, ну, получили более, ну, как бы, лучшую абстракцию для работы с сеттингом. И, ну, как бы, я ошибался, да, но все равно покажу пример, поскольку там он вызвал оживленную дискуссию после. Вы видите, это тот же самый веб-конфиг, где подключается один из configuration builder типа environment и app-app-settings, секция в данной конфигурации. Основное, как бы, я увидел пользу, да, для, от использования, это когда, например, разработка, идет разработка локальная, а потом вы, например, переходите в Docker. И вы хотите, чтобы, как бы, через Enverver автоматически прокинулось все variable ваше приложение и, например, там, для стейджинга, для интеграционных тестов, там, для продакшена подхватилось. Вот как раз в этом идея этих билдеров, регулируя режим его, например, там, гриди, то есть вы таким образом могли бы захватить или app-settings, или секцию app-settings, но все равно механизм доступа к этим значениям оставался тот же самый. То есть тот же самый configuration manager в статике, а для, если вы хотите получить какие-то переменные среды, это статический класс environment helper. И здесь вот, как бы, у меня потом в дискуссии, да, подошли, мы, ну, начали дискутировать. Ну, говорят, как бы, ничего страшного, можно написать, например, свой провайдер, да, видите, как их, например, с левой стороны, ну, там, environment, jrp, и так далее. Можно написать, от наследия 20-го класса, да, у него довольно простая API-шка, и написать свой этипизированный, POCO, single responsibility, и работать этипизированными сеттингами. И тут у меня немножечко, как бы, как-то, легкий диссонанс вышел, и я говорю, ну, смотрите, мы, как бы, сейчас, тема доклада, да, это конфигурация .NET Core. И на момент, например, 2006 года, .NET Core было под множеством .NET Framework. Сейчас там оно уже, как бы, настолько активно развивается, да, что они уже, как бы, не под множество, да, уже где-то пересечения. Вот, я говорю, ну, смотрите, вам, вы можете просто, говорю, использовать нюггет-пакет, который именно только связанный с конфигурацией, там, включить же СОИД фан, и использовать все те же плюшки, которые дают, как бы, эти нюггет-пакеты, да, типизированная работа, там, с POCO-классами, инжектирование через опшены и так далее. На что последовал, как бы, аргумент. Ну, те же нюггет-пакеты работают только на .NET Core, а у нас, как бы, используется .NET Framework 4.7.2, там, или неважно. И, после этого, я, как бы, ну, вот, как бы, завис немного, как вот эта котейка, и, как бы, не мог понять, как бы, .NET Core, как бы, она изначально задумывалась, как, ну, кроссплатформенная. А тем более, она, как бы, очень много API является, как бы, сабсетом .NET Framework, то просто подключить нюггет-пакет и использовать, ну, в том же, в тех же самых кейсах. И, поэтому, я подготовил еще дополнительный, как бы, пример, да, показать и доказать, что, да, это возможно, ничего тут сложного нету. И, опять же, вот, ссылка на вот этот доклад, .NET Core Whole Conversation, в нем также самое упоминается, каким образом, какое отношение существует между .NET Framework, .NET Core, что такое .NET стандарт, фреймворки, и какое между ними отношение, и в какой момент лучше выбрать, куда таргетить, да, и как это лучше использовать. Поэтому мы перейдем к демо, и я покажу, может быть, у вас сейчас такой же самый кейс, просто находитесь на новой фреймворке, а что-то интересное перетянуть себе. Значит, вот эта вот секция, она стандартная, я думаю, вы, как бы, встречались, да, здесь это происходит просто затягивание сеттингов с файла App Settings. Сразу я покажу, куда я таргетчу, то есть это 4.7.2, то есть нет никакого кора, то есть это классический .NET Framework. А в App Settings здесь вот я создал какой-то класс опшенов с такими вот свойствами, ну и как-то его проинициализировал, просто чтобы показать, что это работает. Здесь выбрал, для примера, AutoFuck, здесь регистрация всех стандартных, как он регистрирует, для того, чтобы можно было инжектировать какие-то интерфейсы в наши контрольные, и регистрация самих опшенов. Вот здесь как раз хотел остановиться, что Nuget пакет, который подключается, в данном случае это пакет конфигурации, который работает с JSON файлами, он как бы внутри себя использует два интерфейса, это два класса, это Option Manager и Option Factory. Ну и, понятное дело, сами iOption для инжектирования наших контролей, наших сеттингов. И как бы все, это все, что вам нужно сделать для того, чтобы использовать Nuget пакет в вашем классическом .NET Framework. Дальше я, это как бы один из регистраций того, что я хочу получить, когда буду инжектировать iOption, Country Options. То есть я хочу, чтобы нам моего апсеттинга считали Option, заполнили и как-то прокинулись в контроллер. Ну, дальше здесь как бы все стандартно. Давайте посмотрим в контроллере, как это выглядит. Наши iOption и Country Options. То есть, когда я сделаю Get, я по идее должен получить все конфигурации, я просто Country считаю. Давайте запустим, проверим. Так. Я даже не стал менять на CastRL, да, то есть, видите, у меня там Express запущен. Идем сюда, значит, смотрим. Значит, на порте 130.58 крутится, да, контроллер IP Contracts. Смотрим. Оп. Как бы, it works. Поэтому, как бы, вывод, да, и мы посидели, конечно, ну, разобрались, почему так, почему можно. Вывод такой, что, да, можно использовать конфигурационную, как бы, конфигурационную систему .NET Core в классическом .NET фреймворке. В обход, вот видите, у меня даже, видите, веб-конфиг тоже находится, да, но я все-таки хочу работать с моими сеттингами типизированно. И можно, как бы, использовать все те же самые моменты, да, все те же самые возможности, которые предоставляются в .NET фреймворке. И, с вероятностью 99,9% оно будет работать так же самое. Окей. Двигаемся дальше. Итак, Options. Пришлось прыгнуть все-таки на пример, да, там показать много, может, ну, нюансов. Вот, ну, мы сейчас еще сделаем, как бы, пробежимся по ним. Значит, Options. Таким образом, он определен в самом .NET Core, да, даже, видите, это не специфик для .NET Core, это просто, как бы, Microsoft, некоторая конфигурация, которую можно расширить на классе, она определяется следующим образом. Это публичный интерфейс, у которого есть констрейнты определенные, и который содержит просто Value. Value – это наш как раз Poco-класс, который содержит сеттинги. Поскольку там задействован механизм рефлексии для наполнения этого Poco-класса, соответственно, существуют некоторые констрейнты в виде, что обязательно ваш класс должен там публичным быть, содержать Gator Setter, поддержка индексаторов, то есть, может, какие-то Array, да, он перед этим показал. В общем, ну, существует некоторое ограничение, но, как бы, их не так много. Далее, как происходит, на основе вот этого базового интерфейса, как бы, начинает обрастать инфраструктура для работы с ней, а именно, мы хотим, например, иметь некоторые шаги для того, чтобы воспользоваться, вернее, решить те проблемы, да, которые фреймворки были, чтобы у нас были пошаговая, пошаговая инициализация наших сеттингов. Или, например, вот некоторые интерфейсы, например, Auction Monitor, позволяет работать, инжектировать опшены в синглтоны и иметь такую же самую динамику конфигурационных параметров. Или, например, Auction Snapshot, когда вам нужно заморозить сеттинги на момент выполнения реквеста. Или, например, на момент, если вы делаете consume сообщение из очереди. Каким же образом происходит регистрация этих опшенов? Нас интересует в методе конфигура всего лишь один момент, а именно, что данные опшены всегда регистрируются как синглтон. Они вот здесь прокидываются, да, вот этот момент. Стоит обратить внимание, да, это важно. Немного выше, вот там, где AdOptions, в нем как раз и происходит регистрация всей инфраструктуры, о которой мы поговорили до этого. Она там все регистрируется как OpenGeneric. Каким же образом создается сам этот объект? Я считаю, что вот этот класс, вот этот метод, да, где происходит это создание, это вообще, например, жемчужина всей конфигурации конфигурационной системы. А именно, сначала, как бы, вот здесь именно, ну, как бы, можно почувствовать, да, что вот этот процесс многоступенчатый. Первое, это через New. Мы просто с этим инициализируем наш пока объект с какими-то дефолтными значениями. Потом мы пробегаемся по всем iConfigure Named Options, которые мы видели до этого, и, как бы, конфигурируем, там, может быть, отдельные свойства, да, или объект в целом. Далее мы, как бы, переходим на шаг PostConfigure, который, как бы, соответствует. Мы, как бы, даем тебе последнее слово, да, себя сконфигурировать, и дальше мы переходим уже, как бы, уже на валидацию самого состояния. Раньше нам нужно было навешивать какие-то Data Notation атрибуты, да, а сейчас это, вот, сделается опять через регистрацию валидаторов. Также стоит, вот, обратить внимание, да, и, вот, держать в голове, вот, этот, вот, как бы, эту схему. И для того, чтобы начать, как бы, погружение в этот, в динамические, как бы, придание динамике, да, вот я предлагаю рассмотреть пример Fluent Migrator с Fluent Migrator. Fluent Migrator – это библиотека, которая позволяет накатывать, просто накатывать миграции на базу данных. Данный код, данный пример взят со странички GitHub, то есть он стандартный. Что здесь происходит? Создается какой-то сервис провайдера, создается скоп, берется Migration Runner и накатывается миграция. Нас будет интересовать именно вот этот метод. Что здесь происходит? Добавляются какие-то коровские сервисы самого Fluent Migrator, конфигурируется Runner, в данном случае это будет SQLite, какая-то connection string, просканируй все ассембли и выберем все миграции, логирование в консоль, сбилдится провайдер, и выходим отсюда. Как правило, когда у вас появляется все больше миграций, приложение, как правило, интегрируется в CI-CD, какую-то систему, то connection string этот передается как бы извиняне, то есть через командную строку. Но, тем не менее, connection string, обратите внимание, он должен быть известен заранее, то есть некоторая статика, на момент конфигурации самого Fluent Migrator. Более того, если вы посмотрите, то здесь всего лишь один метод расширения, который позволяет, ну, по-другому нельзя никак его конфигурировать. Второй класс, это я уже добавил, это уже мой, да, то есть, как бы, потом мы посмотрим, да, то есть, никак по-другому нельзя сконфигурировать. Второй еще момент, это где-то, сейчас скажу, месяца 4 или 3 назад вышел еще один пакет от Microsoft, Diagnostics называется, где они предлагают другую использовать модель выполнения миграции, а именно через middleware. То есть, ваше предложение, как бы, выставляет наружу endpoint, который вы дергиваете, и в этот контекст передается, но, опять же, заранее известная connection-стринга, и может так же само выполняться какие-то миграции. А на Respense получаете дополнительную информацию, какие там миграции выполнили, какие там зафейлились, ну, как бы, это еще один вариант того, как можно выполнять миграции. Но, тем не менее, и в первом, и в втором случае, да, то есть, мы можем заметить некоторую аналогию. Есть некоторая пуш-модель, то есть, сеттинги пушаются и заранее известны. Я же предлагаю рассмотреть некоторую пул-модель, когда сеттинги откуда-то, наоборот, стягиваются и заранее неизвестны. Это как раз и является актуальным, например, в разрезе микросервисов, или вы, например, переходите потихонечку в клауд, или на ZooKeeper, Azure Key Vault, или Console. Например, Azure Key Vault предоставляет некоторое хранилище KeyValue Storage, где ваши connection-стринг-грамы находятся в заэнкриптенном виде, а вы работаете просто с ключом. То есть, передали ключ, делаете call в клауд и получаете вашу connection-стринг-бул. Я вот подготовил некоторый connection-стринг-сервис, который, скажем так, будет эмулировать call в клауд. Когда он не ходит, просто он здесь локально будет возвращаться. И каким образом нам стягнуть их? Первый момент, что приходит в голову, сделать следующее. Сбилдить наш сервис-провайдер, получить оттуда сервис, сделать get и проинициализировать connection-стрингу. Но, честно говоря, данный код выглядит стремновато. Нельзя ли как-то по-другому его переписать? Давайте сделаем вот таким образом. Потерялась моя connection-стринг. Взяли сделать вот таким образом. Просто через оператор Mew создать новый connection-стринг-сервис в кед. Тогда возникает тоже вопрос с этим кодом. Зачем нужно было тогда огородить DIM, какая-то слабая связность, выделение интерфейсов и так далее. Просто Mew получили connection-стринг и передали. Может быть, существует какой-то другой способ, который позволяет вклиниться и получить эту конфигурацию. Давайте посмотрим на исходники данного extension-метода. Как вы видите, вот этот connection-стринг, который сюда передается, это просто инициализация у опшенов просто какого-то свойства, connection-стринг, на котором вызывается метод configure. Мы буквально пару слайдов назад видели, что все опшены регистрируются как синглтоны. Соответственно, если мы вспомним отличное свойство Microsoft DI, считая, что кто последний зарегистрировался и того тапки, мы можем просто взять и перетереть конфигурацию, которая происходит в самом Fluent Migrator. Но тогда вопрос нерешенный остается с самим сервисом. То есть, каким образом мы будем connection-стринг-сервис сюда передавать. Опять на помощь нам приходит Microsoft DI, и мы помним, что кроме статической регистрации инстансов, он также позволяет делать лейзи-инициализацию, просто замыкание на ICI без провайдера. Давайте же посмотрим, как это будет выглядеть. Это как раз и будет тот extension метод, который я написал. Здесь вы видите такую же самую регистрацию, которая была до этого. Здесь прокидывается как раз вот наша функция с сервис-провайдерами, и вызывается тот же самый класс для регистрации опшенов для Fluent Migrator. А само его использование будет выглядеть следующим образом. Данный код, я думаю, тоже, я не знаю, может видели в каких-то библиотеках, где через сервис-провайдер вытягивается какой-то сервис, потому что позволяет как бы натуральный флоу распространения зависимостей. И делаем колл и возвращаем наш connection street. Уже выглядит более прилично, более пристойно. Кстати, и автор Fluent Migrator также согласился с данным подходом, поэтому и принял от меня pull request. Но все равно, смотря на этот код, как-то, ну, чисто мне не нравится, что из замыкания уходит какой-то HTTP call в Cloud. Нельзя ли как-то, скажем так, еще раз упороться, да, и сделать это более наглядно и более понятнее? Да, можно. Помните слайд, где процесс конфигурации является многоступенчатым? Мы как раз воспользуемся этим свойством и зарегистрируем options. вот как видите, данный класс процессор options, он находится в самой библиотеке Fluent Migrator, да, то есть это не наши options, а вот сам интерфейс, да, это Microsoft Di. Вот это уже наш класс, и давайте зайдем, посмотрим, что в нем происходит. Мы как бы говорим, значит, Fluent Migrator, ты конфигурируй себя, все свои options, все, что тебе надо, но на самом последнем моменте, когда мы даем слово, а теперь клиентский код может сделать что-то еще дополнительно, мы как раз и вклиниваемся в данный степ. Как видите, здесь уже в натуральном виде как бы через конструктор прокидывается наша зависимость Connection String Server, и при методе PostConfigure, который вызывается самой инфраструктурой, мы как раз и инициализируем Connection String у класса процессор Option. Именно с этим Connection String будут накатываться ваши миграции. Я считаю, вот как раз данный код, да, и данный вот такой вот подход как раз является, вот скажем так, мечтой программиста, да, когда у тебя есть возможность расширить код библиотеки не меняя ее исходников. И как раз вот Option, это как раз вот из этой Opera. Окей, давайте двигаться дальше. Следующая абстракция, на которой строится система конфигурации, является конфигурационный провайдер. о них я хотел бы начать говорить как бы с следующей позиции. Как правило, когда ваше приложение уходит в Production, то ваши настройки приложения являются более-менее стабильными, да, ну, как бы замороженными. Например, там, уровень логирования вы стараетесь выставить там на Error, для того, чтобы не загрязнять ваш лог. Какие-то параметры, которые завязаны на бизнес-логику, да, они тоже являются как-то уже более-менее стабильными, да, и вам не приходится часто туда бегать и что-то менять. Но, но, когда приложение работает в Production, да, то как, ну, все равно какие-то могут баги приходить, да, и вам нужно как бы очень быстренько посмотреть весь флоу, например, если у вас микросервисы, да, у вас есть Correlation ID, то вы хотя бы хотели бы понизить как бы уровень логирования с Error до Information или до Verbis, для того, чтобы получить больше информации, да, о системе, как бы, что происходит, что вызвало ошибку. Поэтому, как бы, это как бы сам кейс, да, но каким образом понимание, как работает Configuration Provider, нам в этом может помочь. А именно, каждый конфигурационный провайдер, который используется у вас в приложении, например, будь то, или там Environment or User Secrets, или вот мы видели там JSON-файл, да, наполняется. Кстати, такое, такое количество вообще опций, да, у нас, например, в фреймверх классическом, да, там только XML был, ну, как бы и все, да, WebConfig. Здесь же у вас есть, как бы, возможность, и JSON подключить, и XML, и YAML, то есть, как бы, ну, разнообразие, да, такое, за счет чего это стало возможно. Внутри самой просто системы был выбран унифицированный формат работы с сеттингами, да, это просто, как бы, такой, как бы, стринга, две точки, стринга, две точки, стринга, две точки, и автоматически, и автоматически решается вопрос с вложенностью, с иерархией, да, то есть, ничего вам не надо наследоваться, а просто, как бы, определяете один раз вашу конфигурацию, мапите ее в вашу, на КОКО класс, да, и, как бы, все, на этом, закончилось, да, все, система автоматически все сделает за вас. Но, когда мы говорим о том, что нужно, вот, менять уровень логирования, это сразу, ну, как бы, в голове, там, нужно куда-то пойти, да, что-то поменять, стопнуть, и поднять заново, да, и, вот эти вот, слои, да, которые мы видим, и которые появляются в этих конфигурационных провайдерах, они же должны как-то между собой общаться и знать о том, что в какой-то слой, например, прокинулся через апсеттинг JSON, и там поменялся ключ. Каким образом нужно нитифицировать приложение о том, чтобы оно взяло этот новый, как бы, ключ, без остановки. Поэтому я предлагаю посмотреть, каким образом реализован конфигурационный провайдер, его исходники, и посмотреть вот этот механизм обмена, скажем так, сообщений. для того, чтобы мы и у себя могли передать эту динамику в случае. Поэтому давайте откроем исходники конфигурационного провайдера и обратим в этот метод build. Что происходит, когда все наши провайдеры уже собраны, да, мы просто по ним всем итерируем, вызываем метод build, здесь фактически мы просто сгреваем все сорсы, да, вот эта диагрампа, о которой мы говорили, и наполняем некоторую коллекцию. И потом появляется наш root. Внутри root вот происходят такие интересные моменты. Первое, на что стоит обратить внимание, это метод load. Каждый, при вызове метод load, да, мы как раз и происходит здесь первая, начальная загрузка вот этих конфигурационных параметров. с файла, с user secrets, с environment variable и так далее. Те параметры, которые как бы матчатся, они перезатираются последним. Тех, которых нет, они добавляются в общую конфигурацию. Вот такое вот правило действует для конфигурации. Следующая же строчка, вот change token, вот как раз о ней мы и хотим поговорить. Это некоторый примитив, да, как видите, он определен в пространстве, Microsoft Extension и он является, и он реализует паттерн producer-consumer, где первым аргументом его является некоторая, скажем так, функция генерации токена, а правая consumer как-то реагирование на него. Как видите, каждый провайдер, который вы используете, должен реализовывать метод get-roll low token, то есть, который возвращает change token. То есть, в нашем случае, да, мы можем это представить неким образом, что некоторый провайдер накладывает некоторую метку на конфигурацию и говорит, что вот я сгенерировал токен, это некоторая метка, говорящая о том, что наша конфигурация валидна. Если появляется новый токен, это автоматически следует о том, что конфигурация стала невалидной, появились какие-то новые значения. Именно вот через этот токен, да, и происходит как бы вот валидность и невалидность конфигурации. Если там как бы углубиться, да, там будет интересно. Как бы я просто, ну, мне, например, было интересно, да, думаю, ну, что же там эти за токены, да, что они там делают. Как ни странно, если вы посмотрите исходные, я просто не стал выкладывать просто так, брифли, кому интересно будет, то там есть подключение, ссылка на namespace system.task. Я такой думаю, какое отношение токены, да, ну, конфигурация к токену. И оказывается, что абстракция для работы в тасках, да, там вот этот токен, constellation token, который реализует паттер кооперативной отмены, она оказалась настолько хорошо спроектированной, и ее взяли за основу для работы с конфигурацией, где, как бы, у токена, да, может быть, ну, несколько состояний, да, как мы можем инвалидировать. Или просто там у таска, как мы там работаем, или просто в цикле while, ждем, когда приложение конселенет, или там используем callback, или там wait handle, да, если вручную. В данном случае нам нужно, наверное, callback использовать, и здесь он именно используется, callback, для того, чтобы просто ждать, когда же пользователь что-то поменяет. И настолько это была, вот, как бы, классная абстракция, что вот ее перенесли и сюда. А изменение, инвалидация, конфигурация, это просто оказался cancel у токена. Давайте же посмотрим, как консюмер сделан. Здесь, как бы, происходит следующее, что тот токен, который был предыдущий, да, валидным, меняется, ну, здесь просто, здесь, как бы, меняется местами с новым, и делается релок конфигурации. Зная теперь все это, да, и зная об этом примитиве, как общаются слои между собой, можем ли мы и у себя сделать что-то аналогичное? Давайте посмотрим пример с сериологом. Ну, на момент, как бы, когда я готовил презентацию, да, на проекте у вас там может использоваться там или лог фонет, там или нлог, или тот же сериолог, да, проще будет. Мне просто нравится сериолог, поэтому я с ним делал. Но должна быть определенная, скажем так, реализация у всех трех провайдеров. Поскольку, как бы, инициализация логеров, она происходит в начале приложения. И, как правило, здесь она является статической. То есть, здесь, как бы, статика. И поэтому каждый из вышеперечисленных логеров должен внутри себя самостоятельно поддерживать механизм переключения уровней логирования. К счастью, все они поддерживают. А у сериолога данная структура называется Login Level Switch. И мы ее, как раз, будем прокидывать в сам логер и будем через нее управлять нашим уровнем. Мы будем выводить на консоль, создаем логер и так далее. В этом цикле мы просто пробегаемся по всем ошибкам. как понятно, поскольку уровень вербас, то мы будем это все видеть. Теперь давайте же перейдем, что нам надо сделать, чтобы придать динамику. Первый момент, это, первое, на что нужно добавить, это сам Configuration Builder. Сеттинги мы будем читать с нашего JPEG файла. Уровень минимологирования R Что тут еще надо добавить? Это Change Token, о котором поговорили, чтобы слушать нотификацию об изменении. Что здесь происходит? Мы с файла прочитали всю секцию и говорим, теперь мы хотим слушать какое-то свойство Minimum Level, как бы, ну, некоторые, знаете, как треккание. Будем сейчас трекать вот это изменение этого свойства. И когда это свойство поменяется, поскольку GetSection это и является Configuration Section, который так же самая реализует метод GetReloadToken. И каждый раз, когда будет меняться это свойство, мы будем получать новый токен, значит, поменялось приложение. А в консюмере мы будем считать уже измененное свойство и менять уровень логирования. Давайте посмотрим, как это работает. Запускаю приложение. Слева видите, вот просто просто цепь вайл, да, выбор этой информации. Давайте посмотрим, что будет, если я поменяю, например, на warning. Словили изменения. Видите, как обрезалось количество выводов. Давайте посмотрим на error. ChangeToken вернул новую, как бы, GetReloadToken в предыдущий токен CancelMule, взял новый, появилась новая конфигурация. Каким образом, да, такая штука классная работает. Как бы UnderHood здесь просто, ну, FileWatcher смотрит на изменения в данном файле и используя тот же самый, прокидывает до configuration провайдера эти изменения. то есть, если бы вы делали это под EIS, да, изменяли WebConfig, там же сразу, поскольку WebConfig слушается, это системный файл для EIS, он постоянно слушается, у вас сразу рецепт начнется pool, начнется Rebuild приложение, если какие-то у вас там были запущены реквесты или там задачи в бэкграунде, то что с ними происходит, вообще непонятно. Здесь вот так как бы лайтово происходит изменение конфигурации и вам не надо ничего стопать, то есть, это происходит, подхватывается как бы в фронтайме. Но, что вот единственный может быть недостаток, вам нужно какой-то файл идти, что-то менять, дальше мы посмотрим, вам даже и файл какое-то будет менять, у вас как бы все автоматически подхватывается. Итак, хорошо, двигаемся тогда. Дальше вот это как бы еще один пример того, каким образом в полную статику, да, именно конфигурацию какого-то из логеров можно им придать динамику на изменение уровня логирования, используя вот знания о примитивах. И как бы следующие два интересных интерфейса, которые представлены в инфраструктуре, это Option Monitor и Option Snapshot. Они являются, скажем так, довольно-таки специфическими, но я их специально вынес в доклад, да, вот по тем причинам, которые вот сейчас будут, я сейчас объясню почему. С выходом .NET Core 2.1 у нас появился такой классный интерфейс, как iHosted Service, который позволяет нативно на платформе наконец-то запускать бэкграунд-задачи какие-то. Как бы завершился, да, завершилась эра Quartz и Hangfire. ну как завершилась, ну просто появились какой-то дополнительный конкурент, которые можно нативно, то есть можно уже писать библиотеки, которые бы нативно поддерживали запуск задач, которые выполняются в бэкграунде. Как вы можете догадаться, данный интерфейс регистрируется как Single Tone и он стартует одновременно в параллельном трейде в самом приложении и применяя его сразу такая идея. Вы хотите в бэкграунде что-то обрабатывать, какие-то батчи, какие-то задачи, может генерация отчета, что-то базы данных и так далее. У вас, например, батч сайс 20 айтемов, то есть сервис колбасы по 20 айтемов. Вы видите, что у вас вроде как бы и небольшой уход, и ЦПУ нормально, а что если пообрабатывать посту айтемов, посмотреть, как поменяется нагрузка на ваш сервис, что вам для этого надо было пойти посмотреть, пойти стопнуть инстанс, поменять какие-то настройки и чтобы это подхватило, как мы видели до этого с телелогом. Но у вас ничего не выйдет. Почему? Да потому что опшены регистрируются как синглтон и один раз проинициализировав, они замораживаются и сколько вы не меняете файл, ничего у вас не поменяется. Поэтому если вы опшены обворачиваете в iOptions Monitor, то вы тогда будете, у вас появится возможность даже в синглтонах придавать динамику некоторой конфигурации. Ну, как вы можете наверное тоже догадаться, Options Monitor внутри себя также использует некоторые механизмы этих токенов, для того, чтобы получать нотификацию. Это как бы первый пример того, почему стоит вообще знать о таких интерфейсах и которые используются в самой инфраструктуре. Второй же момент следующий. Первый раз, когда открыли библиотеки, пакет HTTP Client Factory и вышла статейка на MSDA, я первый раз читал ее, она начинала следующим образом, от чего я ее включил. Данный пакет призван решить некоторые неочевидные баги, которые у вас существуют в текущем коде при использовании HTTP клиента. Я сразу задумался, думаю, какие там могут, где же такое количество багов может быть. Я вроде приличный программист, знаю, что HTTP Client использовал в юзинге, когда выходил, то есть ресурсы низкоуровневые считались и так далее. оказывается первая как бы потенциальная скажем так ошибка, которая могла закраситься следующая. Внутри себя при создании HTTP клиента использовался так называемый пул коннекшенов и этот пул коннекшенов не шарился между клиентами. То есть для каждого клиента создавался пул и только в этом был некоторый оверхед. например тот же SQL сервер при создании пула коннекшенов он создается один и внутри него просто переиспользуются здесь же такого нет. Хотя я например нигде это не чувствовал что ну да создается новый пул окей. Второй же момент связан с тем что когда вы выходите из юзинга вы как бы подразумеваете что будет произведена какая-то очистка ресурсов а нет она происходит не сразу через некоторое время если вы очень интенсивно используете ваш клиент то вы можете столкнуться с такой ситуацией что у вас полностью забьются сокеты и вы не сможете создавать новые коннекшены и как бы это еще один ищу потенциально который делает фиксит вот это HTTP Client Factory поэтому первое что я хотел бы сказать вот я вам рекомендую если есть такая возможность переходить HTTP клиента на HTTP Client Factory чтобы нивелировать потенциально возможные баги в этом коде и второй конечно же момент как вы тоже догадались HTTP Client Factory регистрируется как Single Tone вы например хотите опять же как-то влиять на конфигурацию при создании клиента дальше посмотрим как это сделано поэтому как бы также стоит ну можно использовать в этом случае второй же интерфейс StepShot он как бы я не нашел пока ну например в своем коде применения его он просто позволяет замораживать настройки приложения на момент выполнения какого-то реквеста то есть какой-то Perse Call это можно представить как у вас заходит HTTP Request и вы хотите на момент его выполнения заморозить сеттинг и не менять вот или там опять же считали какое-то сообщение с очереди то вам нужно пока оно все полностью не обработается и вы не вернулись в какой-то результат какой-то статус о том что вы обработали у вас вы хотите тоже чтобы эти настройки были заморожены вот поэтому я брифли покажу исходники качественных Preclient Factory и как использовать давайте перейдем ой-ой-ой сейчас итак здесь происходит регистрация сервиса API клиента чтобы показать там ну как там бывает у нас у нас есть сервис какой-то в который инжентируется какой-то API клиент для того чтобы сделать выполнить HTTP Call здесь содержится как бы некоторая бизнес логика здесь какая-то инфраструктурная логика здесь мы регистрируем наш объект некоторых опшенов дальше я покажу еще одно из применений каким образом можно его использовать вот здесь происходит конфигурация его и вот добавляется наш HTTP клиент давайте посмотрим что здесь происходит вот первый момент на который сразу стоит обратить внимание это options то есть первый степ в самой инфраструктуре это добавление абсолютно всех интерфейсов которые мы с вами только что обсудили в самой инфраструктуре то есть без них никуда то есть Microsoft внутри новых нюнгит пакетов тот же самый диагностик с которым мы хост сервис и так далее очень интенсивно используют вот этот механизм option и второй момент это я хотел показать добавление этого синглтона все остальное это ну некоторые регистрация специфик для этого factory давайте посмотрим сюда мне интересует конструктор вот именно в конструкторе да вот обратите внимание прокидывается вот этот iOption монитор в котором через который вы можете влиять на настройки вашего клиента но тут сразу как бы возникает вопрос а каким образом вообще сюда попадает тут же можно свалиться с на реформе с эксепшена поскольку я же никак эти сеттинги не регистрирую значит тут нужно вспомнить про два момента момент первый регистрация как open generic и второй момент это рефлексия то есть когда будет инжектирован сюда этот option вы получите какие-то дефолтные настройки которые уже идут с этим объектом через рефлексию поэтому здесь как бы все ок ок может быть тогда когда вы поставите точка value почему потому что option они спроектированы были спроектированы с идеей что конфигурация будет потягиваться в момент когда вы хотите доступиться к ней то есть лези инициализация и поэтому если вы например являетесь автором библиотеки и в option не предусмотрели например какие-то дефолтные значения по умолчанию которые могут использоваться то консюмер вашей библиотеки просто свалится в ротайме с exception что не фонтанк поэтому general practice best practice для работы с option если вы пишете какую-то свою библиотеку это сетить какие-то дефолтные значения всем свойствам вашего option в данном случае например можно посмотреть handler lifetime если мы посмотрим на метр вот как-то инициализируется по умолчанию ставится на 2 минуты и остальные свойства посмотрите видите здесь action тоже дефолтные значения то есть обратите пожалуйста на это внимание что должны быть какие-то дефолтные значения иначе в ротайме упадете другой момент на который я хотел обратить внимание это использование в каких же нам кейсах это вообще может понадобиться вот например посмотрим как сделан внутри IP client наша factory инжектируется создается клиент какой-то кол ну и какая-то логика у нас например есть три сервиса два из них работают нормально а третий ну как-то что-то периодически патает ну например так получилось да там какая-то лидографическая там какая-то ну в общем есть latency какая-то первый вариант что нам делать поднимать сервис дебажить поднимать разбираться что там ну что-то может происходить почему по тайм-ауту на что-то отваливается или зайти в файлик поменять конфигурацию тайм-аут например там с пяти до пятнадцать секунд и посмотреть работает сервис или нет вот тоже один из примеров лайтовый да для каким образом можно вот при создании когда в следующий раз будет инициализирован клиент уже подхватится например настройки тайм-аута ваши которые вы изменили да ну ничего вам перегружать для этого не надо вот вот такое вот использование может быть или давайте вот перейдем сюда это опять же те же самые опшены я хочу например делать конфигурацию своих опшенов при этом делая загрузку ну из какого-то там удаленного хранилища если unavailable да то там мы говорили по тайм-ауту отвалится да может быть unavailable быть или ну еще что-то как это как обычно ну что-то какие-то происходят ситуации нестандартные вы конечно же логируете это так exception и что бы вы ожидали что опшены ну как бы ну не пронизируется будет null и приложение просто грохнется в рантайне поэтому первое мы же последовали уже как бы best practices и просветили какое-то некое дефолтное значение да мы не упали но с другой стороны мы могли бы рассуждать так окей сервис недоступен мы не могли бы ну как бы откатиться на какой-то по фолбек механизму на какие-то другие дефолтные настройки и использовать их да конечно мы можем я вам показывал до этого что мы сейчас считаем нет ой прошу прощения что-то зависло мы подключаем app settings и например используем там какой-то дефолт кантри например UK а клиенту как бы тот кто использует наш сервис да мы могли бы там выводить по папчик следующий что извините как бы сервис недоступен но в данный момент мы можем использовать некоторые какие-то дефолтные значения там для расчетов или для графиков или отобразить что-то в UK как только сервис поднимется вы будете знать об этом а пока вы можете использовать урезанную функциональность вот как бы еще один использование паттерна option использование фолбек механизма в вашем предложении итак мне кажется мы подходим к самому интересному да и это микросервис значит здесь я хотел бы начать со следующего есть такой паттерн в разрезе в области микросервис называется сервис discovery когда вы начинаете заниматься оркестрацией уже множество сервисов то вам нужен некоторый как бы некоторый помощник который бы вам говорил что вот появился новый сервис или вы горизонтально скалируете или вот этот прибился а вот этот почему-то не отвечает то есть вам нужно некоторый центральный механизм который бы управлял этим как правило выбирается какой-то один из провайдеров там или консул но при этом чтобы не плодить зоопарк один используется для сервис discovery а другой как кивэл и в данном примере я выбрал консул первое как механизм для сервис discovery сервисов а второе как кивэл и сторич который мы будем ну как бы наш кейс будет заключаться в следующем у меня есть multiple services да и мне хотелось бы посмотреть как бы то же самое что мы делали до этого с файлом понизить например уровень логирования с error the information и посмотреть как request бегает по всем моим сервисам если бы ну как бы rely on файловую систему вам нужно было бы если у вас kubernetes или swarm вам нужно было просто поваривать эти сервисы поменять конфигурацию и сделать апп-сервис уже с новой конфигурацией но как бы зачем может быть есть какой-то более удобный механизм для того чтобы сразу все эти сервисы автоматически бы начинали писать и понизили свой уровень чтобы мы могли разобраться в чем же баг поэтому предлагаю используя консул посмотреть как это можно сделать можно придать динамику конфигурации для ваших микросервисов до этого мы добавляли как бы addjson здесь addconsole это мой extension метод кстати сразу хотел обратить внимание на таких базовых кирпичиках configuration source configuration провайдер то есть как бы зная такие базовые примитивы на них можно быстро построить свой configuration провайдер и перейти сразу в клауд с минимальными эфортами настолько гибкая эта новая система конфигурации там нужно было кучу наследоваться в сторону классик а здесь все все компактненько и удобненько сделано значит вот наш configuration провайдер вот опять вы заметили наверное здесь находится этот примитив этот примитив для чего нам нужен каждый клауд провайдер каждый сервис discovery механизм который вы выберете он должен поддерживать следующее что если что-то поменялось там в облаке что вы должны получить об этом нотификацию не все провайдеры такую штуку поддерживают например ни Azure ни Gipper не поддерживают такое вот у консула есть она основана на механизме лонг пулинга то есть просто каждый сервис держит connection с консулом и ждет ждет когда что-то поменяется а мы дальше уже по стандартной как бы по проторенной дорожке change token инвалидировали загрузили пробросили дальше перегрузился configuration root и так далее здесь уже как бы все понятно то есть нам нужно как-то просто заюзать механизм вот этот который предоставляет консул это встроены уже в него да и поэтому я вот предлагаю начать с рассмотрения с функции консюмера нашего change token ну как мы сюда можем попасть мы можем сюда попасть только в одном случае когда что-то поменялось в консуле давайте посмотрим как мы будем реагировать на это когда что-то поменялось execute load мы просто полезем в консул вот этот метод хотел вам показать мы полезем в консул и сделаем загрузку новых сеттингов я использую там как бы рекомендуем newget packet для работы с консулом в котором например реализован уже механизм loan pooling чтобы просто переиспользовать ее не изобретать колесо заново все что нам вам надо знать про этот механизм это вот есть свойство такой wave index именно по нему происходит трекинг о том что поменялось он просто инкрементирует 0, 1, 2, 3 и так далее инкрементирует число говорящие о том что появились какие-то новые настройки загрузили с этим вроде как бы понятно давайте посмотрим как работает будет работать наш продюсер здесь есть task run я думаю понятно почему потому что чтобы отпустить тренд поскольку мы будем сидеть и слушать наши изменения на loan pooling а основной тренд мы отпустим запустим еще один здесь мы ожидаем изменения которые произойдут в фондуле делаем загрузку новых результатов значение поменялось и так далее также можете обратить внимание на такую конструкцию она вам ничего не напоминает мы уже видели когда рассматривали configuration провайдеры мы как бы подсмотрели как реализовано это у Microsoft и решили сделать такой же самый find для того чтобы пробрасывать изменения уже с консола а не с файла это понятно что здесь используется поскольку Rata Scrum операция присвоения является неатомарной инвалидация токена тот же самый код давайте посмотрим как это работает много кода мы смотрим здесь я просто еще один раз change токен использовал чтобы показать что наша конфигурация произошла давайте запустим посмотрим как это работает так для этого нам нужен как вы наверное догадались консул и пару слов значит в данный момент у меня консул запущен локально консул агент запущен локально как в режиме клиента так из сервера чтобы никуда не лезть а дайм показать локально у него я сделал клиент на порту 8500 это просто мордочка к консулу KeyValueStorage то есть представляете у вас множество сервисов которые смотрят на консул и которые смотрят на этот уровень логирования в Airbus запускаем код зарегистрировали наш консюмер и слушаем изменения значит заходит DevOps в Cloud и говорит хочу чтобы писалось очень много логов делает сейв здесь сохранилось и здесь смотрите что произошло все сервисы которые у вас были запущены они услышали о том что зашел DevOps поменял уровень с вербуса на error они получили нотификацию с консула сделали перестроили configuration root своих конфигурационных параметров автоматически понизили мы видели как сериология это делается уровень логирования через конструкцию логин свитч и снова слушают новую конфигурацию автоматически все сервисы вы сразу видите в консоли сервисы которые проходят этот я думаю что это одна из самых крутых фич которые можно реализовать так просто и так быстро тоже разобрались и мы подошли к концу презентации я надеюсь что получили некоторые удовольствие может быть переосознали может какие-то кисы новые появились именно в использовании конфигурационной системы .NET Core и поэтому сделали тоже для себя какие-то интересные какие-то ресурсы использовали презентации вот такой вот список хочу отметить что на все вот эти нюгит пакеты которые здесь предоставлены очень много написано юнитест сейчас документация от Microsoft очень классная но тестов еще больше и именно исследовая и разбираясь как написаны тесты дает большее понимание того как работают как бы те или иные аспекты предложения с моей стороны как бы все спасибо вам за внимание что выслушали выслушали мой доклад ваши вопросы исходники можно будет получить чтобы пересмотреть дополнительное исходники вот исходники я указал ой прошу прощения последняя ссылка это ссылка на мой гитхаб аккаунт какие еще вопросы спасибо большое классный доклад очень я очень рад что понравилось спасибо большое